По одной фамилии не скажешь, были ли ваши предки дворянами. Фамилии начали выдаваться в последней четверти 19 века, и помещик нередко записывал своих крепостных под своей же фамилией. Нужен обычный генеалогический поиск. Родители, деды, прадеды. Когда вы придете примерно к 1900 году, это 3-4 поколения назад, посмотрите внимательно на документы. Часто они сами скажут вам «дворянин», не дожидаясь вопроса, ну или произведен в подполковнике, стал тайным советником. Эти титулы практически автоматом давали дворянство. Дети этих дворян считались дворянами только если родились после того, как папа стал владельцем такого титула. Хотя сейчас говорим о начале 20 века, а тогда проблема передачи титула отпала сама собой, к сожалению. Дворянские документы хранятся в нескольких местах. В областных архивах можно найти фонд дворянского депутатского собрания, где будут собраны все дела дворян соответствующей губернии. Но дело учета высшего сословия нельзя было отдавать на откуп региональным чиновникам, поэтому окончательное решение о том, считать тех или других дворянами предпринимал департамент Герольдии правительствующего Сената, работавший в Санкт-Петербурге. В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге собрана коллекция дворянских дел, покрывающая всю Российскую империю. Если вы не можете найти что-то в своем регионе, надо поискать Эфргия. Там же можно найти красивые старинные дворянские генеалогические деревья, которые покажут 5-10 поколений ваших предков сразу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. За помощь с текстами спасибо Кириллу Чащину.